Друзья, все вы прекрасно знаете, что подобные видеоролики очень редко попадают в рекомендации, а в некоторых случаях они караются санкциями в виде страйков и жалоб. Поэтому я заранее прошу вашей максимальной поддержки. Поставьте лайк под этим видео, поделитесь им в своих соцсетях и обязательно после просмотра напишите комментарии для продвижения. Правда должна быть услышана максимальным количеством человек. Заранее огромнейшее вам спасибо. Эй, сейчас бутылочку, да? Да? Девочка? Что? Так вон же одна из них. Какая сучка горячая. Я бы, блядь, ее трахнул. Ай, долбоеб. Знал бы он, что это мужик. Всем привет, братья и сестры. Здорово, отец. На связи отец Ельин. Это довольно необычный видеоролик, снимать который я совсем не планировал. Да ладно, по-моему ты пиздил. После ответки на ответку жабы я не раз говорил, что с развлочениями нужно остановиться и взять какую-никакую паузу. Как вы уже поняли, отдых мой был недолгим. И вот он, новенький, очередной разъеб. Это цианген. Как же это охуенно. Присаживайтесь поудобнее и готовьтесь, потому что прямо сейчас у одного очень маленького и неуверенного в себе ютубера подгорит пердак. Перед тем, как мы начнем, я хотел бы обратиться ко всем моим зрителям из Казахстана. Прямо сейчас разговор пойдет о ютубере, который на сегодняшний день довольно популярен в вашей стране. Я сразу же хочу отметить, что не имею ничего против братьев казахов и этой национальности в целом. Разговор пойдет исключительно об одном человеке и его поступках, на которые не нужно закрывать глаза только потому, что он казах. Национальность это не прикрытие и тем более не оправдание. Поэтому, братьяки, прежде чем делать выводы обо мне, внимательно послушайте и посмотрите, кого вы собираетесь защищать. Приятного вам просмотра. Буквально через несколько дней после выхода разоблачения Нажабеныча ко мне обратился один из моих подписчиков с просьбой снять видеоролик про одного из самых знаменитых ютуберов по Free Fire в Казахстане. Что? Да-да, не удивляйтесь. Изначально я проигнорил данное сообщение, потому что безумно устал от ролика с Ванькой и его последствий. Но через несколько дней, еще раз перечитав то сообщение, меня привлекло вот это. Если ты шаришь за Мадина, Зая, Азеля, то я знаю, кто за ними стоит и могу доказать свои слова фактами и пруфами. А вот это вот уже довольно интересненько. Человек, который мне пишет прямо сейчас, представился монтажером тех самых девочек-хайлайтеров, которые уже на протяжении херовой тучи времени дико хайпуют на ютубчике. И которых до меня уже, кстати, пытались разоблачить огромнейшее количество ютуберов. Блядь, какая-то з***я, которая сто процентов, блядь, какой-то, блядь, пацан. Бла-блядь, бла-блядь, сука, вам что не хватает, что ли? Вас нахуй три раза уже прокинут. Но ни у одного из них это не получилось, потому что не было доказательств и пруфов, а только лишь догадки и личное мнение, ничем абсолютно не подкреплено. И как вы, наверное, все уже поняли, пруфы, которых им не хватало, есть у меня. И прямо сейчас, наверное, самая большая тайна СНГ региона будет наконец-то раскрыта. Кто же стоит за самыми хайповыми девушками-хайлайтерами? Кто он такой? Откуда? Как его имя? Для чего он это делает? И единственная ли это его тайна? Прямо сейчас мы с вами ответим на все эти вопросы. Друзья, обращаю ваше внимание, что в данном видеоролике я не назову имя данного персонажа, и тем более название его канала. Чего, блядь? Также в этом видеоролике не будет никаких вырезок с его видеороликов. Не понял. Не будет демонстрации его канала, его личных переписок, демонстрации канала этих девочек. Ты чё, охуел? Вся эта информация и все нужные вам пруфы, без цензуры и замазок, прямо сейчас ждут вас в неизвестно чьем телеграм-канале по ссылочке в описании. Смотрите этот видеоролик до конца и очень внимательно, а сразу после этого переходите по ссылке и узнайте имя этого мошенника. Это решение принято только для того, чтобы мой канал не получил страйк, так как данный персонаж в силу своего возраста и очень скудного ума уже не раз был замечен в страйках другим каналам. Ни за что, просто по приколу, просто чтобы поржать. И более того, как минимум один канал он уже заруинил, кинув на него сразу три страйка. Больной ублюдок! Как я уже и сказал, Алтенбек является монтажером тех самых девочек-хайлайтеров. В доказательство своих слов он скинул мне огромнейшее количество пруфов. Видео-исходники с хайлайтами, плашки, переписки, скриншоты с личного кабинета и даже логин и пароль от ютуб-канала одной из этих девчонок. Я на тысячу процентов уверен, что всё то, что было сказано им в нашей переписке, это чистая правда, спорить с которой будет разве только что глупый человек. И, наверное, каждый из вас сейчас спросит, а для чего он это сделал? Зачем он заложил своего кореша, для которого трудился огромное количество времени? Потому что наш пиздюк решил его кинуть. Нахуя? Ну нахуя? Он его кинул, Карл! Он обвинил его в пагиате и воровстве! Он начал ему угрожать! На пару со своим другим таким же ублюдком они даже умудрились отобрать у этого паренька его гильдию и послали его нахуй! Пиздец! И прямо сейчас его каналу угрожают страйками и удалениями! Просто по приколу! Так как я в этой жизни больше всего на свете не люблю пиздоболов и мошенников, я решил этому пареньку помочь. Прямо сейчас его канал находится на грани удаления. Я призываю каждого из вас не проходить мимо и поддержать его. Ссылочка на его канал находится в описании. Это никакая не реклама, это просто человеческая поддержка. Поддержите его лайком, поддержите его подпиской и, конечно же, помощью в распространении данного видеоролика. Отправляйте его друзьям, делайте репосты, перезаливайте, делайте вырезки в ТикТок. Все как обычно. Делаем все возможное, чтобы это видео увидело как можно большее количество человек. И также я обращаю ваше внимание, что паренек этот казах, и его канал делается исключительно для жителей этой прекрасной страны. Все его ролики на казахском языке, поэтому для той моей аудитории, которая не понимает или плохо понимает русский язык, прямо сейчас на его канале есть вторая версия данного видеоразоблачения на казахском, от него самого. Ссылочка есть в описании. Переходите, смотрите и делайте выводы. Примерно полгода назад на ютубе появился канал с очень интересными хайлайтами во Free Fire, которые ежедневно набирали десятки, а иногда и сотни тысяч просмотров. Связан такой хайп был с тем, что автором канала выступала маленькая девочка, уровень игры которой был просто каким-то запредельным. От нее были в шоке абсолютно все топовые игроки. Твой друг, да? Ну, пошли еще. Просто я не мандраж. Так, Мадина, вопрос такой самый первый. Почему так идентично сходный вот твой видос? Прям идентичная превьюха, идентичные там, допустим, те же самые превью, идентичные там движения, игра, баня, плюс еще и цветокоррекция, и вообще, в принципе, монтаж. И почему до того, как хайпанула Амина, тебя вообще нигде не было видно? Я Амина не знаю. Ну, я сама играю. А почему? Нет, в смысле, раскладка одинаковая, монтаж одинаковый, даже края экранов одинаковые, то есть рамки вот это все, идентично это все совпадает. Ее ролики комментировались, популярность росла, ее постоянно можно было встретить в комментариях у других ютуберов, и контента с ее именем все было больше, больше и больше. И вдруг, внезапно, в один прекрасный момент, ее канал был продан. Вот это поворот. И как только из аудитории было выжато максимальное количество денег, ее канал был продан. ГЕНИАЛЬНО! Изначально такие каналы я не видел. А если были такие каналы, были доказательства того, что эти каналы как бы велись девушками. То есть голос, соответственно, какие-то фотки, которые, соответственно, нигде там раньше не светились и так далее. А тут появляется канал, где девочка якобы играет с халагановых телефонов, выставляет везде свои фотографии. То есть изначально, когда девушка снимает, она не пытается выставлять свои фотографии изначально, пока она начинает снимать. А тут сразу явно видно, человек специально ставит фотографии на превью, на аву, везде где угодно, ради байта школьников. Типа, что это девушка. Я уже тогда сказал, что, ребят, как бы, братья-казахи, тудэм-судэм, не обижайтесь, но я уверен на 100%, что это пацан. Потому что пацан просто сидит, зарабатывает на вас деньги и скоро канал продадут. На что меня, как бы, что ты понимал, объявили там нацистом, типа, ты такой-то ськой. Я вообще не понимаю, типа, зачем сразу начинать так аккоризаться, когда я слова плохого про нацию не сказал. Я говорю про определенного человека, который злоупотребляет популярностью девушек во фрифайре. И специально притворяешь девушкой, обманывает школьников и потом продает этот канал, когда получит просмотры и какие-то для себя плюшки. И так и происходит. Амина уходит и продает канал. Появляется Мадина. Я думаю, камон, ну, сейчас должны быть все умнее, да? По-любому, как бы, если увидели, что Амина там оказался пацаном, продал канал, Мадина то же самое сделает. Мадина там пыталась доказывать, что она девушка. Мадина пыталась там с нами сидеть в дискорде, разговаривать. Но она была слита по факту. Потому что нашли фотки оригинальной этой девушки. Это фотки левой девочки, которую нашли. С которой списались, переписывались. И она сама сообщила и написала о том, что, да, я знаю, эти злоумышленники так уже делают на протяжении нескольких месяцев. Я не знаю, как с этим бороться. То есть, что это делать, понимаете? Это вот первый раз, получается, вот самый-самый первый аккаунт так спалился, да? Это сначала Амина. Амина, потом Мадина, да? Да, на Мадина вот так они спалились. Мы еще с Азамом сидели, нас такими укорались этого, типа, чувка, о, там нам пруфы скидывают, а уж что-то вообще не она. Фотки левой. Девочка сидит вообще ни о чем, понимаешь? Она пытается как-то аргументировать и так далее, но видно, что никто ей не объяснил, что нужно говорить заранее. А вот на следующий аккаунт они уже на самом деле нормально подготовились. Они уже начали свои фотки. Многие ютуберы тогда высказались по этому поводу и дали свои предположения. Именно тогда многим стало понятно, что все комьюнити региона знатно наебали. Что автор тех видеороликов, возможно, был совсем не девушка, а неизвестный паренек, который пришел на ютуб исключительно ради бабла, выбрав для достижения цели такой низкий и совсем не мужской пастух. Всем салам алейкум, ребятки. Меня зовут Евгений Хайпайшурский. И я являюсь самым знаменитым и востребованным коучем в области интернет-маркетинга. И именно я написал вот эту вот легендарную книгу «Секреты продвижения на ютубчике». Поверьте мне, на самом деле я знаю, как сделать так, чтобы вы были успешными на ютубчике. Прямо сейчас я для вас наглядно расскажу, что вам нужно делать для того, чтобы стать известным. Берете, создаете, короче, канал и называете его женским именем. Стоит также отметить, что данные советы будут работать в абсолютно любой соцсети. Это работает везде. Фоточки из гугла брать не нужно. Попросите лучше фотографии у своих родных. У сестры. Если сестры нет, у девушки. Если девочки нет, то можно у мамы. Но если ваша мама молоденькая, если и мамы нет, можно взять у бабушки. Но только в том случае, если бабушка еще в свои года выглядит горячо. Потому что на нюцы старых женщин смотреть в интернете никто не любит. Вы сами это понимаете. После того, как аккаунт будет создан, вам нужно назвать его каким-нибудь красивым именем. Например, Мадина. Или Азелина. Или можно просто, если имя ставить не хочется, назвать ее Киска. Или Зая. Выбирать вам тут дело только вашей фантазии. После того, как соцсеть будет создана, делайте следующее. Заливайте в свои соцсети нюцы или фотографии в бикини. Потому что это любят все. Но если вы не хотите делать так, то можно обойтись просто хайлайтами в какой-нибудь знаменитой мобильной игрушке. Этот способ, кстати, будет очень сильно хорошо действовать. Если ваша аудитория это дети. И выкладывайте данный контент каждый день. Каждый день. Желательно по три раза. Утром, днем и вечером. Но и это еще не все, друзья. Идите на популярные каналы. На каналы ваших конкурентов. Где сосредоточена большая часть вашей аудитории. И спамьте им в комментариях, что вы маленькая девочка. Что вы очень крутая. Либо сексуальная, горячая. Либо играете лучше, чем Трэшер, Смайл или Азам. Пишите об этом. И их аудитория гарантированно все схавает. И пойдет смотреть ваши видосики. А если видосики качественные. Если есть монтаж. То на вас гарантированно подпишутся. Проделывайте данные действия каждый-каждый день. И после того, как аудитория наберется примерно 10 тысяч, 20 тысяч подписчиков. А может быть вам и повезет. И вы соберете 100 тысяч. Обращайтесь к рекламодателям. Например, 1xbet. Они очень любят активные каналы. И после того, как вы сделаете свою первую рекламу. Вы заработаете примерно вот столичка денежек. Но только если вы будете следовать советам Евгения Хайпажорского. После успешных нескольких интеграций. Вы получите уже вот столичка денежек. И потом, когда аудитория начнет выкупать, что что-то здесь не так. Продавайте свой каналчик. И после того, как вы его продадите. Вы сделаете еще примерно вот столичка. И если вот этой вот котлеты, которую вы заработали. Я напоминаю по методике Евгения Хайпажорского. Вам будет мало. То повторяйте данные действия снова, снова и снова. Продавайте канал. Затем создавайте новый. И развивайте его точно так же. Затем продавайте его. А затем создавайте новый. Все гениальное просто, друзья. Запомните. Буквально через месяц, после того, как канал девочки был продан. И когда об этом начали говорить знаменитые ютуберы. На ютубе появилось десяток однотипных каналов. Но среди всей этой массы выделялось лишь несколько. А конкретно два. Которые очень были похожи на первый канал. И по оформлению, и по монтажу, и по стилю игры. После этого случая, там начало появляться очень много каналов каких-то. Да хренища. Да, но это уже другие люди. Просто подхватили, видимо, эту тему. Поняли, да, что мы же на этом пропяли. Да, да, да. Даже если я сам хотел сделать, что я не могу. Именно в этот момент слова многих ютуберов подтвердились. За этими каналами стоит один человек. Но опять же, нет никаких пруфов. И поэтому все мнения оказались лишь мнением. Абсолютно ничем не подкрепленным. И даже несмотря на то, что Смайл не раз говорил, что ситуация с этими каналами абсолютно одинаковая. И подписчиков этого канала снова наебут. Что, кстати, так и случилось. Эти каналы вновь, набрав популярность, начали рекламировать на ёбки. В один момент Смайл даже сравнивал раскладки девочек-хайлайтеров с раскладкой одного знаменитого ютубера. И несмотря на все это, его все равно захейтили. Да эмоции в одном месте, рюкзак в одном месте, все в одном месте, качество, монтаж. И рамки. Даже рамки, как урок фон, два одинаковые. Да-да, даже рамки, смотрите, одинаковые. Да, рамки даже одинаковые. Да, рамки, вот, я же тебе говорю, все. А захейтили его, кстати, маленькие казахи, которым я прямо сейчас говорю вновь. Я ничего против вашей национальности не имею. Но так уж случилось, что данный ютубер, который занимается мошенничеством, казах. И очень глупо его оправдывать, и тем более защищать, только потому, что он имеет точно такую же национальность, как и вы. По факту говоря, мы пытаемся, как бы, вас осведомить, открыть ваши глаза на всю эту ситуацию. Мы не пытаемся идти против казахской нации, мы никогда в жизни не оскорбляли казахов и не будем этим заниматься. Просто мы пытаемся адекватно посмотреть на ситуацию и показать факт того, кто прав, а кто виноват. А ведь Смайл был тогда прав, и более того, он даже не ошибся в имени человека, который за всем этим стоит. Я, конечно же, по понятным причинам прямо сейчас не могу его назвать. Оно ждет вас в неизвестном чём телеграм-канале по ссылочке в описании. И казалось бы, вот все маски сняты. Паренек разоблачен, это он скрывается за каналами девушек и открыто наёбывает свою аудиторию. Его конкретно слили. Что может пойти не так? Конечно же, он снимает опровержение. В личной переписке со своим монтажёром он угорает над Смайлом и выпускает материал, где играет с той самой девушкой. Более того, он даже с ней общается. И после этого, когда любой подписчик, не верующий в то, что это девушка, заходит к ней на канал, он видит стрим, где она женским голосом общается со своей аудиторией. И даже если этого подписчику мало, он всегда может зайти к ней на страничку ВКонтакте и написать ей лично. Ну и там его ждет облом. В ответ ему записывают голосовые сообщения, где четко слышно, что это голос девушки. Я, которая снимаю видео для себя, а ты говоришь какой-то мужик. Если не знаешь, не говори, блядь. Я просто похлопаю. Но поверьте мне на слово, все это еще ничего не значит. Ее голос в личных сообщениях не означает, что она автор канала, автор тех самых видео. Это лишь значит, что у паренька, который скрывается за этими каналами, есть сестра или вторая половинка, с которой он живет. Спасибо, Кэп. Все эти пруфы и подтверждения моих этих слов ждут вас по ссылке в описании в неизвестно чьем телеграм-канале. Стоит также отметить, что данный персонаж знаком с огромным количеством популярных ютуберов. И многие из этих ютуберов его поддерживают. Некоторые из них даже за него просили у администрации сайта ВКонтакте, чтобы те дали пиздюку галочку. Даже несмотря на то, что многие из них знали и знают, чем он занимается. Но все как один о ней молчат. Ну, например, потому что он казах. И все боятся получить хэд за оскорбление национальности. Но еще раз послушайте меня. Как национальность может оправдывать поступки данного шизоида? Я даже не знаю, что сказать. Я говорю только о нем. Абсолютно не обращая внимания на его национальность. И поверьте мне на слово, будь он русским, или американцем, или украинцем, или белорусом, я сказал бы ровно то же самое. Мошенник, пиздюк и хуесос. Золотые слова. На данный момент нашему пиздюку всего лишь 16 лет. И в силу своего возраста, и как я уже сказал, скудного склада ума, паренек для достижения цели выбрал такой мерзкий поступок. Забив на мораль, на вопросы религии, а он является религиозным человеком, он решил пойти на обман. И чтобы не палить свое лицо, он создал фейковые аккаунты. Но чтобы в случае чего уйти от обвинений, он вовлек во всю эту движуху свою собственную девушку. Именно ее фотографии и ее голос пиздюком используются на канале и на личной страничке ВКонтакте. И я еще раз отмечаю, что все эти каналы созданы исключительно для того, чтобы заработать деньги с вас, доверчивые подписчики. Ведь основного канала, который довольно популярен нашему пиздюку, мало. И он этого никогда не скрывал. Изначально деньги ему нужны были на компьютер и другое оборудование для стримов и съемки своих видеороликов. И так как родители нашего пиздюка не могут себе позволить столь дорогое удовольствие, он создал аккаунт девчонки и начал наебывать свою аудиторию. А че так можно было что ли? Помимо того, что он постоянно оставлял комментарии под видеороликами и стримами топовых ютуберов, привлекая тем самым внимание аудитории, он также донатил на стримах, проходил проверки и заказывал рекламу. И параллельно со всем этим он также рекламировал канал другой, точно такой же девчонки. За которым, кстати, скрывался его очень близкий друг, более-менее знаменитый ютубер из Казахстана. Его имя также ждет вас в телеграм-канале. По итогу у них получилась такая связка. Пиздюк со своего личного канала рекламирует канал девушки-хайлайтерши, за которым скрывается его друг. А он параллельно с этим на своем фейковом аккаунте рекламирует фейк-аккаунт нашего пиздюка. Получается, что они вместе одновременно рекламируют два фейковых канала. И происходит это прямо сейчас, пока вы смотрите данный видеоролик. Подобным действием он создает впечатление, что эти девочки подруги. А он просто за бабки рекламирует одну из них. А они уже в свою очередь между собой рекламируют друг дружку. Довольно быстро набрав нужную сумму и купив наконец-то компьютер, топовое оборудование, о котором пиздюк постоянно говорил и мечтал, канал был продан скупщикам. Просто сидит парень зарабатывает на вас деньги, каналы будут проданы. На меня полился шквал хейта, критики. Как всегда, кстати, Смайл оказался прав, но эту правду пришлось доказывать через тонну хейта, тонну критики в свою сторону, тонны поливания говна. Но по итогу оказался Смайл, как всегда, прав. По итогу что? Канал Амина, Мадина более успешно продают. И тогда у него синего они такие, вау, Смайл был прав, серьезно? И типа, мне было плевать на то, что ходите, а только типа, уже не обидно. Но факт того, что они создали третий канал, это говорит о том, что они слишком наглые. То есть, когда каналов не было, нам не о чем было говорить, да? Они не просто общие там информации на стримах и так далее, просто в целом, ну, удалили каналы, поняли, что были неправы, заработали деньги на том, что, конечно, они там продали каналы, да? А, кстати, кстати, хочешь поражать? Он свой канал продал дважды. Дважды свой канал? Короче. За первую сделку он получил 65 тысяч рублей. Почему я говорю за первую? Потому что наш пиздюк умудрился продать свой канал дважды. Великолепный план, просто охуенный, если я правильно понял. После того, как ему заплатили 65 тысяч рублей, этот пидорас наебал покупателя. Он просто взял и через гугл восстановил данные. И получается, забрал деньги себе и спиздил то, что продал. И уже после этого действия он сразу же продал его второму скупчику. Но на этот раз за 30 тысяч рублей. Красавчик! Получив почти 100 тысяч рублей за продажу, желание пиздюка стричь бабки нихуя не делая, никуда не делаясь. Поэтому, пожалев о том, что он продал хайповый каналчик, он создал новый, абсолютно идентичный. И начал действовать по ровно той же самой схеме. Канал практически с таким же названием, монтажом, дизайном. Даже раскладка у этой тёлки была точно такой же. И именно тогда пиздюк впервые крупно спалился. Но сумел выехать. Выехал он на том, что он просто её продал. И действительно, ведь параллельно с Ютубом он продаёт настройки от себя. Окей, ты красавчик, ты вышел из этой ситуации сухим. Нормальная отмазка, братан. Респект, реально. Прямо сейчас его этот новый канал до сих пор функционирует и успешно набирает свои просмотры. И, конечно же, новую аудиторию. И, конечно же, он очень много зарабатывает. Естественно, через рекламу мошеннических схем. И всё это делается одним человеком. Исключительно ради того, чтобы заработать денюжки. Стоит ли мне вам прямо сейчас объяснять, что эти деньги грязные? В принципе, логично. Знаете что, ребят? Вот прямо сейчас попробуйте ответить мне на один вопрос. Как можно кинуть того, кто столько всего о тебе знает? Как можно кинуть человека, который знает о всех твоих аферах? Про все твои действия? Который знает логин и пароль от твоего канала? Который монтирует тебе видеоролики? Блять, ну неужели кто-нибудь из вас кинул бы такого человека? А наш пиздюк его кинул. Более того, он умудрился его обвинять в плагиате и угрожать ему страйками. Он умудрился ему угрожать расправой. Он умудрился его хейтить и засирать его абсолютно всем своим общим знакомым. Он даже умудрился спиздить его гильдию. Они своего брата казаха просто щемят. Говорят, мы тебя за страйком, мы тебя что? Ну да. Вот как это работает. Вот этот казах, он адекватный казах. Реально адекватный казах, понимаешь? А они сидят в своей нации казаха, просто сидят, щемят, говорят о том, что мы тебя там забаним, мы тебя это, мы там то. Он ему там прям конкретно, они у него гильдию, короче, спиздили, которую он качал там хер в тучу времени. Они у него своровали, сейчас над ним ржут. Потом они ему там кидают, короче, фотки, где там петухов ебут, короче, кинем петуха в очко ебёт. Он ему скидывает в личку, говорит, я точно так же это ждёт, если будешь у нас уёбывать, тебе пиздец. Начинают вот там, короче, жёстко трейдить. Да, да, да. Он его там прям жёстко хейтит, прям. Они ему там такие, блядь, видосы шлют, я просто смотрю, я в аху ебут. Какое право ты имеешь унижать другого человека, который на протяжении всего твоего пути тебе так много помогал? Какое право ты имеешь на пару со своими друзьями угрожать ему расправой? Какое право ты имеешь пытаться удалить его канал? Какое право ты, сука, имеешь пиздить его популярную гильдию? Я думаю, этот твой слив вполне заслужен. Поэтому прямо сейчас, когда ты смотришь данный видеоролик, пожалуйста, не обижайся на меня. Ты сам виноват в этой херне. И как вы понимаете, ситуация с каналами девушек это далеко не единственный зашквар данного персонажа. За этим додиком с десяток других не менее позорных действий. И сейчас о каждом из них я вам подробно расскажу. Потому что таких людей нужно гнать санными тряпками из нашего комьюнити. Наш пиздюк очень сильно любит превозносить себя выше других. Как я уже и сказал, за ним числятся многочисленные страйки другим каналам. Самое смешное, что он кидает эти страйки на каналы других, точно таких же фейковых девчонок. То есть, если вы прямо сейчас создадите канал с женским именем и двумя буквами на конце, и снимите какой-нибудь хайлайт, этот пиздюк может удалить ваш ролик и заявив на авторское право. Браво, блять! Просто браво! Более того, за ним числится и попытка удаления канала. Совсем недавно он кинул сразу же три страйка. Чё, твою мать! Просто за то, что чувак выложил ролик с прохождением проверки на его стриме. Просто так! Потому что он отмороженный даун, который решил кинуть три страйка и удалить канал чувачка просто так! Просто ради того, чтобы поржать! В данный момент времени один из трёх страйков ему удалось снять из своего канала, но два никуда не делись. Имя этого ютубера, а также все пруфы из данного видеоролика без цензуры ждут вас в неизвестно чём телеграм-канале по ссылочке в описании. Данный ютубер это настоящий ублюдок! Это отморозок, которому абсолютно насрать на чужой труд. Который не имеет представления о таком понятии, как мораль. Помимо всего прочего, он занимается прямой уголовной деятельностью. Это чё ещё за нахуй? Наш пиздюк продаёт личные данные пользователей. Я не знаю, как ему в свои 16 лет удается их доставать, но подозреваю, что он их просто где-то скупает и затем перепродаёт. И всё это он делает довольно-таки успешно. К нему обращаются, называют имя и фамилию человека, и он за определённую сумму тенге продаёт его данные. Адрес, телефон, прописка и всё в этом духе. Для тех, кто не шарит, наш персонаж вне ютуба занимается продажей Дианона. И мне сейчас искренне жаль тех ютуберов, которые с ним общаются. Кто знает, ребят, может быть завтра вы с ним поссоритесь, и этот пиздюк сольёт за бабосик все ваши личные данные. Помимо всего прочего, этот же ютубер является довольно популярным гарантом, который занимается скупкой и продажей аккаунтов, а также ютуб-канальчиков. И по некоторым данным, я конечно же ничего не утверждаю, он был замечен в том, что кидал людей на бабки. Я напоминаю, что данная деятельность запрещена на официальном уровне. А так как наш персонаж находится в партнёрской программе Горены, и более того, он является постоянным участником официальных турниров, его было бы хорошо оттуда хуйнуть. Потому что, как мы с вами знаем, за продажу аккаунтов и даже любое упоминание об этом от самих ютуберов их блокируют. И от сотрудничества с ними отказываются. Если этого аргумента вам мало, то вот вам второй. После которого, наверное, Горене стоит присмотреться к данному персонажу и после этого пнуть его пацанде или выгнать нахуй. Это тот факт, что он на батл-арене, официальном турнире от Горены на СНГ регионе, принимал в нём участие с левого аккаунта. Чё, 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 бля? А все мы с вами прекрасно знаем, что данные действия запрещены. Из-за них игроки могут навсегда быть отстранены от участия в турнирах. Скажите, а откуда у меня такая инфа? Оттуда, что играл он тогда на турнире с аккаунта своего монтажёра, который и слил мне все эти пруфы в нашей личной с ним переписке. Зачем он это сделал? А только потому, что со своего основного аккаунта пройти отбор этот пиздюк не сумел. Какой стыд. И поэтому пришлось импровизировать. Взял акку монтажёра и залетел на турнирчик, добравшись там ни много ни мало до самого финала. Пиздюк, я думаю тебе не нужно рассказывать, что после этого видеоролика, возможно, о карьере киберспортсмена придётся забыть. Помимо официальных турниров от Гарены, этот пиздюк также играл и на битве ютуберов. И где точно так же он делал это с левого аккаунта. Ну, я не знаю, я не удивлю. Основной канал пиздюка, как я уже и сказал, пользуется довольно хорошим успехом. Его ролики набирают сотни тысяч просмотров. Но как вы думаете, действительно ли они его? Нет! Эти ролики, которые прямо сейчас хайпуют на территории всего Казахстана, снимает ему его монтажёр. То есть этот конч даже не в состоянии ролики себе снять. Он лишь владеет каналом, и весь его контент на его канале не его. Я в ахуе. И даже несмотря на то, что его канал довольно популярный, этот конченый пиздюк из раза в раз в фотошопе подделывает статистику, которую он отправляет своим рекламодателям, чтобы те, увидев охренительные цифры, гарантированно у него покупали рекламу. И в случае чего он мог завысить ценник. Я думаю, вам сейчас не нужно объяснять, что ни один рекламодатель не получает от него то, что он ожидает. Потому что цифры фейк! Я уже молчу о том, что помимо всего прочего, данный ютубер постоянно поливает дерьмом других. Например, за то, что они в чате ютуберов жалуются на свой слабый ПК. Он называет их бомжами, придурками и прочим мусором, у которого нет денег. Мальчик, мне тебе напомнить, что ты точно такой же бомжара без денег, который для того, чтобы их получить, образно говоря, отрезал себе письку. И стал, блядь, девчонкой. Конченый ты бизнесмен. И если вы думаете, что это все его зашквары, то вы глубоко ошибаетесь. Наш пиздюк в достижении своих целей готов даже пойти на самые жесткие поступки. Но об этом рассказывать я сейчас, конечно же, не буду. Потому что все это, это полнейший трэш. Это все будет мой козырь, который я раскрою только тогда, если этот пиздюк начнет выебываться в мой адрес. Поэтому, Конч, я обращаюсь сейчас к тебе. Если ты начнешь уходить от ответа, а также угрожать мне страйками и страйками своему монтажеру, которого ты прямо сейчас очень жестко хейтишь, то я предупреждаю, я солью все твои переписки и все твои аудиосообщения, а также фотографии и скриншоты, где ты собираешься за бабки продавать более 200 гигабайт материала для взрослых в Телеграм-канале, где ты с левого аккаунта подписываешься на запрещенные каналы и собираешься оттуда пиздить контент. Я солью те сообщения, которые с твоих слов могут отслеживать фейсбэшники. Я думаю, ты понял, о чем сейчас идет речь. Поэтому хорошенечко подумай перед тем, как принимать решение. И, конечно же, удалять информацию о себе любимом. Ведь знаешь, в Телеграм-канале не только можно слить. Там также можно слить и твои данные, которые, например, ты запомнил в Google AdSense, для того, чтобы тот перечислял тебе денежки и выслал тебе серебряную кнопку на Ютубе. За твои достижения на Ютуб-канале FireKZ. Это очень странная ситуация. Чел настолько много всей гадости делает, что я даже не знаю, о чем сказать, понимаете? Чел просто реально лютый какой-то трэш делает в своей жизни и ни о чем не жалеет вообще. И жалеть его из-за его нации, это глупо. По той причине, что этот самый человек, ребят, эту джинацию, он как бы позорит. Вот это та самая ситуация, когда мы должны перевоспитать ребенка, которому 16 лет. Да, с одной стороны, может, это будет грубо. Но этот человек в своей 16, подумайте, продается, обманным путем получает данные людей и продает их. То есть он может получить ваши данные, данные ваших родителей. Я не знаю, сейчас эта тема работает или нет, но на паспорт вашего там родителя могут взять кредит легально. И помимо этого всего, Чел просто угорает над людьми, у которых нет возможности купить нормальный ПК, чтобы хорошо работал ПК-клиент. Хотя сам зарабатывает на ПК путем того, что создает фейковые каналы. Притирается девушкой и набирает просмотры и продает каналы. Дальше канал, который он продает, он восстанавливает и продает еще раз. По этому всего он еще кинул своего монтажера и угрожает пацану-казаху, который сделал разоблачение страйками, что просто... Ну не только страйками, там не только страйками, там прям расправой конкретно угрожает. Близко-клипински-тообразную, короче, черноху, как я понимаю. Хейт это лучшая ситуация, что с ним может случиться на данный момент. Я надеюсь, этот дурачок просто одумается и поймет, что в этой жизни есть те вещи, за которые нужно отвечать. Это та же самая ситуация, которая была с майором. Не знаю, исправился майор или нет, ребят, но в этой ситуации я надеюсь, он реально исправится. Надо ему реально объяснить факт того, что он не прав в этой ситуации. Прям вот кардинально не прав, потому что по-другому никак, друзья. Все, что вы сейчас услышали и каждый пруф к моему слову, как я уже и сказал, ждет вас в неизвестно чем телеграм-канале по ссылочке в описании. Также там вас ждут десятки других фактов и интересных пруфов по данному персонажу. Напоминаю, что я очень сильно надеюсь на вашу поддержку и помощь в распространении данного видеоролика, а также на поддержку того самого монтажера. Ссылочка на его канал и его видеоролик на казахском языке точно так же ждет вас в описании. Я очень надеюсь, что данный видеоролик вам понравился. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк и делиться этим видеороликом с друзьями. И, конечно же, писать конструктивный комментарий по поводу всего услышанного. Желательно, чтобы комментарий был из более чем пяти слов для продвижения в тренды. Ваша поддержка, моя самая лучшая мотивация. С вами был отец Евген, увидимся в телеграм-канале и на следующем моем разъеме. Каждый мошенник в Free Fire будет слит. Сильное заявление. Подобных кадров лично я считаю, что нужно гнать из нашей игры и с нашей площадки. Но не сразу, а постепенно, по одному. Поэтому, конченые вы мразотники, которые наебывают свою аудиторию. Вставайте, суки, в очередь. А незадолго до этого на канале начали выходить рекламные интеграции. Ах, блядь, пипец, блин. А незадолго до этого... Кхм-кхм, ёб твою рот. Блядь, если б вы знали, как трудно всё это говорить на камере. Ох, ёб твою рот. Говорит знаменитые ютуберы на ютубере... А о каком нахуй ютубере, блядь? И в силу своего возраста, и как я уже сказал... Ёб твою рот. И так как родители пиздюка не могут себе позволить стать дорогое... И как ты... Ёб твою рот. И так как родители... Хе-хе, сука. Он создал аккаунт девчонки, начал наебывать свою аудиторию. После которого, наверное, Гарине стоит присмотреться к данному персонажу... после этого пнуть его пацаны нахуй выгнать пнуть его пацаны или выгнать